Мы снова вместе. Болельщики ликуют вход на спортивные трибуны. Теперь открыт. Глава республики внес очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности. Теперь болеть за своих можно не только на улице, но и в помещениях. Ограничения сняты сегодня. Подробности в материале Александра Головиной. Сложно поверить, но болельщики воочию эти трибуны не видели долгие 9 месяцев. И ура, это случилось уже завтра. Здесь пройдет полноценный матч. Игроки новой генерации на паркете. Ну а зрители, как полагается, в зале. Но с некоторыми оговорками. По новым правилам заполняемость трибун максимум на треть. Остальные места должны оставаться пустыми. Ну и, конечно же, маски, перчатки. Дистанция в полтора метра. Одно кресло занято, два свободны. И так по всему периметру. Необычные ощущения были на протяжении всего сезона. Мы привыкли, что на наших трибунах полный зал, аншлаг. А играть при приступ в трибунах, ну, сравнение, наверное, с товарищеским матчем каким-то. Ну, поэтому долгожданное решение, долгожданное событие для всех наших болельщиков, что какая-то часть, 30%, да, чуть больше ста человек у нас на ближайших матчах планируем пускать. Ближайшие матчи Суперлиги 6 и 7 февраля с Нижегородским «Торпедо». Около ста фанатов смогут наблюдать за встречей из зала. Основная армия поклонников мини-футбола останется, как и прежде, на удаленке. Благо, все игры транслируются в сети. Такая же приятная участь ждет и любителей баскетбола. Очередные матчи Рыси запланированы на середину февраля. Ждем в гости сначала Курск, а потом Москву. Новость о том, что вход на трибуны для болельщиков теперь открыт, Сыктывкарская Ника застала в Белоруссии. Подопечные Дмитрия Шумихина как раз возвращаются с игр Европейской женской баскетбольной лиги. Кстати, болельщиков из Коми знают даже там. Они уже известны по всей России. Они известны не только даже в России, но и в европейском баскетболе. Потому что вот сейчас мы были, например, в Минске и встречались там с руководителями женской баскетбольной лиги. И они сказали очень печально, что не проводится тур у вас, потому что у вас такие замечательные болельщики. Они вспоминали о том, что даже на игры, где Ника не участвовала, приходил почти полный зал. И для них это было так удивительно, что мало того, что люди сидят, они еще болеют, поддерживают даже не команду Ника, а команды, которые просто приехали играть в наш город. Эти люди – это неотъемлемая часть команды. Большая часть этих людей приходит на игры постоянно. То есть автоматом в любое время, что называется, дня и ночи, по вечерам проходят игры, в любую погоду они всегда там. И это, безусловно, очень приятно. Это очень подогревает как команду, так и в целом всю обстановку. То есть в большинстве случаев, я не буду, конечно, говорить о профессионализме команды, понятное дело, они самые лучшие у нас, но благодаря болельщикам происходит очень многое. Новость для спортивного мира республики стала приятной неожиданностью. И пусть по новым правилам заполнен зрительский зал будет всего на 30%, игроки, тренеры, да и сами зрители уверены, создать эффект аншлага опытным болельщикам не составит труда.